Бизнесмен Роман Аркадьевич Абрамович прилетел в Израиль и сразу же получил паспорт этой страны. Он снял особняк в Тель-Авиве за 100 миллионов шейкелей. Оцените стремление Абрамовича. Он, российский олигарх, обратился на общих основаниях, то есть последним стал в очередь за еврейским гражданством в посольстве Израиля в Москве. Отстоял очередь как положено, не как олигарх, дескать, дайте пройти, у меня связи, влияние нет. Роман Аркадьевич отстоял очередь как положено и таки получил паспорт Израиля. Прошел проверку израильской спецслужбы на ТИФ и все. Теперь он официально ходит или едет под звездой Давида в паспорте. Газета Иерусалимпост сообщает, что у российского олигарха есть связи и инвестиции в израильский бизнес. В большинстве своем в области недвижимости и строительства. Он давно мечтал со слов газеты Иерусалимпост об гражданстве Израиля. Но по видимости он начал об этом мечтать сразу после того, как британские власти отказались ему провангировать визу. На фоне дела Скрипалей, британские власти потребовали от Романа Аркадьевича раскрыть источники своего дохода. А доход Романа Аркадьевича следующий. Это вовсе и не столько это Челси. Челси это лишь фасад. Итак, доходы Романа Аркадьевича Абрамовича за все его время, если так можно выразиться, в статусе российского олигарха. Итак, в 1991 году Роман Аркадьевич возглавил предприятие АВК, которое занималось перепродажей нефти. Это официально по документам. Они официально хищеним более 55 тестен с нефтью с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода. Уголовное дело номер 79067 Московской прокуратуры. Потом в 1995 году вместе с легендарным Борисом Березовским создает нефтяную компанию Сибнефть, которую в счетной палате Российской Федерации называли неэффективной и нецелесообразной компанией, что потом и подтвердилось, когда Сибнефть купил Газпром. По данным компьютерного анализа сделок Сибнефти, проводимой Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Роман Аркадьевич участвовал в спекуляциях на рынке государственных облигаций, что и привело к дефолту 1998 года. И ему, Абрамовичу, светила бы тюрьма, или же вариант с Березовским, если бы не одно «но». Крыша Романа Аркадьевича Абрамовича. В 1998 году, со слов руководителя Федеральной службы охраны Александра Коржакова, Абрамович оплачивал счета дочери президента Бориса Ельцина, Татьяны Диченко и ее супруга Валентина Юмашева. Ну, по видимости, что в то время Кремль все-таки не наживался, как сейчас. И так вот, являясь у Ельцина и был Кремль в слабом положении. Являясь у Ельцина и его семьи личным казначеем, а как сказали бы в местах не столь отдаленных, на Абрамовича был завязан в то время Кремлевский общак. Видимо, он избежал таким образом тюрьмы. И при смене власти в 1999 году, по видимости, функции Романа Аркадьевича Абрамовича как охранителя Кремлевского общака остались неизменными. Ведь иначе как объяснить то, что с приходом к власти Путина заводятся дела на кого угодно из российских бизнесменов, только не на Романа Аркадьевича Абрамовича. Показательным тут стал 2003 год, когда Федеральная налоговая служба России предъявила Сибнефти налоговые претензии на 1 миллиард долларов, а потом ни с того ни с сего, когда посадили Ходорковского, который кричал всем кому не лень об коррупции в Кремлевской администрации, сумма налоговых претензий компании Сибнефти Романа Аркадьевича Абрамовича была резко снизена более чем втрое. А сам Роман Аркадьевич вдруг резко начал втягиваться в спорт, вливаться в него финансово. Думаете, почему он стал вливаться в спорт? Ответ, потому что президент наш любит спорт, поэтому и Роману Аркадьевичу пришлось полюбить спорт. Собственно говоря, и тут, по-моему, налицо кремлевский договорняк с олигаком. И еще один интересный факт о Абрамовиче. В 1999 году стал сначала Абрамович депутатом, а потом и губернатором Чукотки, для того, чтобы именно там сбывать краденую нефть компании Сибнефть через свои аффилированные Сибнефтью фирмы, легализуя таким образом свои доходы от кражи нефти. А когда на бумаге компания Сибнефть стала выглядеть чистой компанией с точки зрения закона, ее в 2005 году приобрел Газпром. А в Газпроме кто в этот момент был? Одним из директоров? Правильно! Некто Кирилл Шамалов взять Владимира Владимировича Путина. Таким образом в итоге именно наш президент получал и сейчас получает доход от краденой нефти Романа Аркадьевича Абрамовича. И по-видимому Роман Аркадьевич прекрасно понимает, что это может сплыть в Лондоне и нанести ущерб не только ему, но и другим приближенным к Кремлю людям. А если это всплывет, то понятно, что дальше Абрамович пойдет по стопам Литвиненко и Скрипаля. И поэтому бежит Роман Аркадьевич в Израиль. Ведь сейчас отношение крыши Абрамовича на Западе совершенно другое, чем раньше. И при желании Скотланд Ярд может через Абрамовича выйти на тех людей, которые являются приближенными Путина, но о ком мы еще пока не знаем. и это может в итоге сильно изменить структуру российской экономики, отбросив ее на мусорный уровень. Потому что когда Скотланд Ярд докопается до всех коррупционных схем Кремля, а их немало, то тогда понятно, что будет. Будут секторальные санкции. А они ох как больно удают по российской экономике, да и по России в целом. Ну и кстати говоря, то, что Роман Аркадьевич Абрамович если так можно выразиться агент Кремля, но это не люблю эту фразу агент Кремля. Скорее так, посвященный человек доказывает, что наши ВВС, Министерство обороны Российской Федерации перехватили в небе над Ливаном ни с того ни с сего израильские F-15, давая таким образом, давя таким образом на Нетаньяху, чтобы в отношении Романа Аркадьевича Абрамовича принял правильное решение для кремлевской администрации то есть разрешил ему въезд оформил разрешил оформить ему гражданство соответственно зарегистрировать в Израиле бизнес Романа Аркадьевича Абрамовича 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 в Израиле жил и процветал есть конечно же другой резон оформить паспорт Израиля для Романа Аркадьевича Абрамовича это в том что с паспортом Израиля он сможет спокойно въехать в Англию но в том то все и дело что он конечно спокойно может ехать в Англию так как отношения с Израилем у британцев более мягче чем с Россией но опять таки этого не защитит от того что может быть проведена проверка Скотланд-Ярда по щитам Абрамовича так что я думаю что Роман Аркадьевич Абрамович в Израиле